Я уже в течение 10 лет работаю в подростковом кабинете в Кричевской центральной районной больнице. Моё столкновение с коронавирусом началось 20 марта, когда у меня появились первые симптомы. Симптомы были не специфически, очень похожие на грипп. Единственное отличие было в том, что у меня не болело горло и не было насморка. А температура была довольно высокая, 46. Я запаниковала, нет, не запаниковала. Я ещё три дня пыталась справляться с симптомами сама. А потом на четвёртый день, когда я поняла, что температура держится, а симптомов вирусных так и не появилось, я пришла в нашу Кричевскую центральную районную больницу. Мне сделали снимок лёгких. Была выявлена пневмония. Мне был выполнен анализ на коронавирус. Ну и так получилось, что он был положительным. Всё началось с того, что я приехала 14 марта из Парижа. Вакансия была примерно такая же ситуация, как сейчас у нас в Беларуси. То есть не было каких-то массовых запретов. То есть только в день, когда я уезжала, закрыли музей. То я приехала, я самоизолировалась, то есть никуда не выходила. Но поставила для себя цель сдать всё-таки анализ, потому что у меня есть близкие родственники, которые в зоне риска. И 16 марта я пошла в поликлинику по месту жительства и сдала тест на коронавирус. 17 числа мне позвонили, что он у меня положительный, и забрали в инфекционную больницу. Я-то была первая в области. Меня привезли, и всё лечение проходило в боксе. Мне, к счастью, не понадобилось каких-то таких экстренных мероприятий в моём лечении. Важно не паниковать, не плакать, не истереть, а вести себя спокойно и лежать на животе. Что я благополучно и делала. Мы общались с мужем, с мамой, с папой по видеозвонкам. И сказать, что там мне плохо, я себе такого позволить не могла. Две недели я вела влог абсолютно только для своих близких. Там примерно 100 человек было, ну, то есть таких близких друзей в Инстаграм. Но спустя две недели, когда я уже поняла, что, в принципе, ничего страшного уже больше со мной вряд ли произойдёт, потому что, ну, как бы пропали абсолютно все симптомы, даже обоняние вернулось, я решила выйти, так сказать, из тени и рассказать людям, всем людям о том, что, в общем-то, со мной происходит и что такое коронавирусная инфекция на самом деле. Условия тоже здесь очень хорошие. Не жалуемся, у нас отдельный изолированный бокс. Но всё равно очень-очень-очень хочется домой. У нас было двое в палате, да, соседка тоже приехала из Мадрида. Она приехала, вот. Она тоже, у неё болезнь практикала в лёгкой форме, но тяжелее, чем у меня. У неё был кашель и температура чуть выше держалась, дольше держалась. Но, тем не менее, тоже была лёгкая форма, никакой пневмонии не возникло. Лечение тоже ей никакого не назначалось, как и мне. То есть мы просто лежали 24 дня, за нами наблюдали. Врачи и медсёстры обращались со мной замечательно. И как доктор, и как человек я им очень сочувствовала, потому что выполнять весь этот объём работы в защитных костюмах, ну, это довольно тяжело. Всё-таки пациентам быть легче. Врачам говорят постоянно слова благодарности, потому что действительно они находятся на передовой. Если мы сейчас с вами наслаждаемся солнышком, хорошей погодой, то они сидят и борются в больницах ежедневно с этой инфекцией. Но я бы ещё хотела отметить отдельно и сказать слова благодарности людям, которые помогают сейчас всяким способом. То есть они собирают средства на поддержку медработников, они кормят медработников, сами шьют маски. И коронавирус изменил многое. Я поняла, сколько у меня друзей, сколько людей меня любит и беспокоится обо мне. Если и был какой-то негатив, то это от незнания, наверное, от паники какой-то. Коронавирус, конечно, это очень плохо и для страны, но в то же время, мне кажется, для общества, возможно, это такая минутка сплочения, потому что все очень сильно друг другу помогают. И если ты не можешь помочь как-то финансово, либо физическим трудом, то самое простое, как ты можешь помочь медикам и всем остальным людям, которые находятся в группе риска, это ограничить свои контакты, быть предельно аккуратным, мыть руки и соблюдать меры профилактики. Вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok